Привет! Это видео про визуалку, которую я до этого анонсировал и сразу оговорюсь. Я битмейкер с After Effects. Я знаком только в рамках вот этих дергающихся и двигающихся PNG. И давай так договоримся. Если эта тема тебе интересна, то ставь лайк. И если это видео наберет 2000 лайков, то я углублюсь в тему визуалок. Ну и, соответственно, сниму продолжение этого видео, в котором расскажу про еще какую-нибудь или про развитие этой визуалки. Давайте уже приступим. Вот наш After Effects. Кроме него нам еще понадобится плагин Soundcase и плагин Twitch. Давайте для начала загрузим то, с чем мы будем работать. Это вот эти PNG-шку и вот этот бит. В первую очередь закинем бит на наш таймлайн. Дальше мы нажмем правой кнопкой мышки, выберем New и выберем Solid. Какой-нибудь вот этот нежно-голубой цвет. Это прекрасно. Нежно-голубой, это волшебно и супер-класс. Теперь мы заходим в эффект и здесь пишем Sound. И выбираем Soundcase, два раза на него нажимаем. И видим вот такой вот дичь. И что делать дальше? А вот здесь просто в Audio Layer выбираем вместо None название вашего бита. Теперь у нас уже отрисовывается вот эта вся фигня. Наша задача выбрать частоту, подтягивая вот за вот эти точечки, выбрать частоту, в котором много кика, но очень мало баса, чтобы движение картинки задавал именно кик. Предположим, что вот они. И в Output'е смотрим, как это все будет отрисовываться. И по-моему я очень точно попал. То есть у нас вот такой вот спектр. И нам нужно выбрать еще и нижнюю точку. То есть, грубо говоря, нам нужно задать громкость, с которой начинает звучать кик. Например, сделаем вот так. Посмотрим. Смотрим на Output. В общем-то это окей. Окей, классно. Теперь идем в Range 1, потому что это наш Range 1, который мы создали. И теперь нам нужно здесь выбрать Fall Off вместо Instant, поставить Exponential и здесь поставить какую-нибудь цифру, например, 0.3. Почему бы и нет? А давайте 0.4. Тогда же будет круче. Если упрощенно, то здесь мы задали мягкость спада. То есть, чтобы спад вот этой самой фигни был не такой резкий, такой же, как подъем, а более мягкий. Чтобы анимация в итоге была более нежная, более мягкая, более волшебная. Ставь лайк, если любишь нежные, волшебные, мягкие анимации. Короче, если у тебя еще не поднялась температура от всего того, что ты видишь, то я за тебя очень рад, потому что дальше будет еще интереснее. Теперь вот мы все это настроили. Окей, круто, классно. Нажмем Apply. Когда мы ее нажали, все вот то, что мы настроили, сейчас преобразуется в ключевые кадры. А ключевые кадры это именно то, что будет управлять движением нашей прекрасной PNG-шки. Все, этот процесс прошел. И мы нажимаем на наш слой, который содержит в себе этот саундкейс и жмем кнопочку U. И вот мы видим вот эти все ключевые кадры. Но мы можем столкнуться с такой проблемой, что этот плагин SoundCase будет сжирать ресурсы нашего компьютера. И нам не обязательно вот его все содержать, потому что у нас уже есть ключевые кадры. Что мы для этого делаем, чтобы взять ключевые кадры и удалить этот плагин? Мы выбираем наш минус и правой кнопкой мышки на него нажимаем. Выбираем Keyframe Assistant и выбираем Convert Audio to Keyframes. То есть мы, получается, преобразуем средствами After Effects наш бит в ключевые кадры. По сути, мы сделали абсолютно то же самое, что мы сделали с помощью плагина SoundCase. Но есть очень важный момент, что After Effects взял ключевые кадры. То есть преобразовал бит в ключевые кадры не только с одной частоты, которую мы выбрали, которая киковая частота, а со всего спектра частот. Это во-первых. А во-вторых, на нем невозможно настроить размягчение спада и вот эту всю фигню. Если вы знаете, как это сделать, то, не знаю, напишите в комментариях. Я гуглил, интернетил, ничего не помогло. Теперь у появившихся вновь ключевых кадров заходим в раздел эффекты. Left Channel удаляем, Right Channel удаляем и выбираем Both Channel слайдер. Вот вы видите точно такой же ряд ключевых кадров. Мы даже можем сравнить, как выглядит график этих ключевых кадров. Для этого мы выбираем вот этот наш Seance Solid, в котором лежит наш SoundCase. Нажимаем вот на эту кнопочку и видим вот такой вот график. Если мы нажмем вот сюда, то мы видим уже немного другой график. На отдалении они выглядят очень похоже, но если приблизить, то различия будут вполне заметны. И вот так выглядит этот график в случае с базовыми After Effects ключевыми кадрами. А вот так вот он выглядит, созданный с помощью SoundCase. И он плавнее, он ровнее, он круче. Выбираем его, жмем Ctrl-C, выбираем After Effects и жмем Ctrl-V. И вот мы их заменили. Теперь мы можем нажать на наш слой с SoundCase и нажать Delete, потому что он нам не нужен. Потому что мы уже взяли с него ключевые кадры. Теперь мы можем задать движение. Для этого мы закидываем нашу PNG-шку. И в первую очередь нам нужно ее масштабировать, потому что видите, она слишком здоровая. Выбираем в Transformer Scale. И Scale мы зададим, давайте мы зададим Scale 20. То есть 20% от ее размера. Мы можем правой кнопкой мышки нажать на слой с ключевыми кадрами. Мы переименуем его Amp1. Если вам не нравится удобство, то можете не переименовывать. Давайте для начала зададим движение вперед-назад для нашей PNG-шки. Для этого мы в Amp1 левой кнопкой мышки нажимаем вот на эти часики с зажатым Alt-ом. Обязательно с зажатым Alt-ом. И у нас появляется строка, в которой мы можем написать слова. И пишем такие слова. Теперь нам нужно снова с зажатым Alt-ом левой кнопкой мышки уже на нашей PNG-шке вот тут вот в разделе Transform нажать на Scale. Нажимаем с зажатым Alt-ом левой кнопкой мышки. Видим вот эту спиральку. Зажимаем ее левой кнопкой мышки и перетаскиваем вот сюда на слайдер в нашем Amp1. И таким образом что мы получаем? Получаем мы вот что. Ну, как бы немножко подлагивает, потому что он в реальном времени все это отрисовывает. Но, тем не менее, вы видите результат. И я понимаю, что уже 90% людей закрыло это видео, потому что сложно, сложно, что ты делаешь? Я хочу тут биты писать двумя нотами, а тут у меня какие-то цифры, буквы, издевалые, что это значит? Я хочу пользоваться FL Studio Visualizer. Окей, смотрите, что это значит. То есть вот эти две цифры, они относятся к ключевым кадрам. Он начинает воспринимать движение ключевого кадра, когда оно доходит до 10, значение его. А, соответственно, 100 это верхняя граница. А 20 это базовое значение нашей картинки. То есть для нашего, ну, параметра скейла в нашем случае. И получается 20 это его минимальное значение, 30 максимальное. То есть когда ключевой кадр достигает 100, у нашей картинка достигает скейла 30. То есть если бы вы не масштабировали вашу картинку изначально, то есть если бы изначально скейл был не 20, а 100, то вам бы нужно было бы здесь задавать не 20, а 30, а, например, 100, 135. То есть когда ключевой кадр на нуле, картинка 100%. Когда ключевой кадр на 100%, то картинка 135%, то есть чуть поближе. Я надеюсь, вы все понимаете, потому что дальше будет еще более интересная штука. Теперь на наш PNG мы вешаем Twitch. Для этого выбираем и в разделе эффекты пишем TV. И вот он, Twitch, два раза щелкаем. В Enabled мы включаем обязательно Slide, не Scaled, Slide включаем. И в Behavior мы сейчас переключаем такую штуку. Mirror переключаем на Ignore, потому что если мы оставим Mirror, то получается у PNG-шки будут ее собственные границы. И она будет пропадать, когда будет вылезать за них. Теперь нам нужно в оператор Control зайти, выбрать Slide. Здесь напишем для начала 20, здесь тоже 20, а в RGB Split 50. Это базовые параметры, вы еще с ними, я надеюсь, сами наиграетесь сколько угодно. Мы не будем на этом задерживаться, это просто параметры, которые мне нравятся. Теперь идем уже в нижнее меню, открываем теперь раздел эффект, открываем раздел Twitch и видим надпись Amount. Окей, теперь нам нужно закрываем Amp1, жмем Ctrl-D и открываем уже Amp2. То есть Ctrl-D это клонировать. В разделе эффект, both channels, снова вот сюда нажимаем, видим вот эти цифры. И здесь вместо 20 пишем 0, а вместо 30 пишем 100. То есть получается, теперь, когда ключевой кадр на нуле, значение, которым мы будем управлять, тоже на нуле. А когда ключевой кадр на 100, значение, которым мы будем управлять, тоже на 100. Теперь мы жмем левой кнопкой мышки с зажатым Alt на часики около Amount. Снова видим эту спиральку, снова тянем за нее и перетаскиваем ее на слайдер от Amp2. И что мы тем самым сделали? Тем самым мы сделали так, что эти ключевые кадры управляют dry в этом соотношением грязного чистого сигнала условно для нашего плагина Twitch. То есть, когда звучит кик, то мы видим вот это. То есть, эта горилла начинает фигачить. И тут я снова повторю, что я битмейкер, моя среда это FL Studio. То есть, если ваша среда это After Effects, и вы видите, что я творю какую-то дичь, или вы точно знаете, как можно упростить какие-то мои действия, то я очень буду рад, если вы напишите об этом в комментариях внизу. Я прочитаю все комментарии. Всем заранее спасибо, кто мне чем-то поможет. Далее мы идем, и что мы сделаем? Мы можем, например, добавить еще какой-нибудь слой. New Solid, чтобы у нас был фон. И пусть будет опять же нежно-голубой, перетаскиваем ее в самый низ. И вот наша горилла на нежно-голубом фоне. Чтобы это не был просто нежно-голубой фон, мы в эффектах выберем виньетку, Vig, вот, и повесим ее на этот самый нежно-голубой слой. И еще мы можем задать еще больше движения для нашей PNG-шки, если вот здесь вот эффекты мы закроем. Откроем Transform, и левой кнопкой мышки с зажатым Alt нажмем на Position. И тут вот напишем Wiggle, 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 скобка открывается, 1,8, скобка закрывается. Что это такое? То есть 1 это скорость движения, а 8 это количество пикселей, на которое она будет фигачить вверх, вправо, взад. Вот, и как это выглядит? Смотрим. Вот видите, горилла начала двигаться, а когда горилла двигается, мы довольны. Классно! Теперь, что мы еще можем с этим сделать? Ну, не знаю, например, сделать выплывание из темноты. Для этого нам нужно нажать просто левой кнопкой мышки на Opacity. Opacity, предположим, что это читается Opacity, переместиться куда-нибудь там на 12 секунд, добавить еще один ключевой кадр вот сюда, переместиться к предыдущему ключевому кадру, и здесь Opacity сместить на 0. И абсолютно то же самое мы можем сделать для нашего черного, черного, почему черный? Просто фон, нежный голубого фона. И таким образом мы получаем вот такой вот плавный выход из темноты для нашего бита. Теперь мы все это можем отрендерить. Для этого нажимаем Ctrl-M. Вот здесь вот в Lossless нажимаем, выбираем какую-нибудь фигню, вот AfterCodex MP4, почему бы и нет. И место, куда мы все это будем рендерить. Можно нажать сохранить и нажать кнопку рендер. В общем, этот рендер у меня занимает от 20 до 30 минут. Если вы не хотите мириться с этим временем, то вы можете зарендерить половинку, потому что первый и второй куплеты, как правило, один в один звучат одинаково. И просто эти половинки склеить в каком-нибудь другом редакторе. На этом у меня уже точно все. Понравилось видео? Ставь лайк. Если есть что добавить, если ты шаришь в After Effects, или просто хочешь что-нибудь добавить на следующую часть, или так далее. Короче, если тебе есть что сказать, то напиши в комментариях, в любом случае я прочитаю все. Как я уже говорил, если видео соберет 2000 лайков, то я 100% сниму продолжение для этого ролика. И подпишись на группу с битами, мою, ссылка в описании, там скоро будет обновление. И если хочешь купить мой обучающий видеокурс по битмейкингу, напиши мне, ссылка на меня тоже есть в описании. И подпишись на канал, если ты этого еще не делал, посмотри на другие мои ролики. И самое главное, нажми на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех моих новых видео. Если ты его уже нажал, то сначала отожми его, а потом нажми еще раз. И тогда уведомления точно будут приходить, скорее всего, это все-таки YouTube. Посмотри другие видео на канале, они не менее или более интересные. С вами был Стас, пока, увидимся в следующем видео.